Начнем мы с ремонтных работ в Ласнаме. В настоящее время улица Вараку представляет собой асфальтированную дорогу шириной 15-18 метров с парковкой на обочине. И если мост Вараку несколько лет назад был полностью отремонтирован, то участок улицы после моста нуждается в серьезной реконструкции. В ходе запланированных работ на участке от улицы Пунаны до улицы Вилесу планируется построить две полосы в одном направлении и одну в обратном. А на отрезке от улицы Вилесу доведу к Лагнате по одной полосе в обоих направлениях. Улица Вараку станет более безопасной и после ремонта будет соответствовать всем европейским стандартам. Сменится уличное освещение, появится много зелени, сменится городская мебель. И также будут созданы велосипедные и пешеходные дорожки. Стоит отметить, что в районе улицы Вараку работает несколько детских и молодежных учреждений. Школу по интересам Тондираба, Ласнамяйскую музыкальную школу, молодежный центр Ласнамя и Ласнамяйский холл для игры в бандбинтон ежедневно посещают сотни ребят. И новые пешеходные и велосипедные дорожки, которых действительно очень не хватает здесь, отмечены не случайно. Они помогут сделать путь гораздо безопаснее. Ремонтные работы закончатся в конце этого года, но по нынешним планам, так как на данной улице находится много детских и молодежных учреждений, то дорожное движение откроется уже в начале нового года. В начале следующего месяца начнутся и работы на Ратушной площади. Город принял решение, что в самом сердце старого Таллина вновь раскинется летний зеленый парк. А еще в этом году преобразятся цветочные луга, засеянные в мае прошлого года семенами отечественных цветов. Многим эти территории казались чуть ли не лысоватыми, но город смотрел в будущее. Теперь они, как и обещали ботаники, будут выглядеть совершенно иначе. Обычно такие луга достигают пика своей красоты на второй-третий год после посадки. Всего в городе 14 цветочных лугов. Они есть в каждом районе. Второй год пошел, и нас ожидает разноцветие трав, которые будут красивее год от года. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина.